Ну что, друзья, очень много людей посмотрело ролик с молчаливым водителем, очень много было оставлено комментариев, многие из вас были очень довольны этим роликом, кого-то он повеселил, кто-то искренне посмеялся, у кого-то подгорал просто, когда он смотрел этот ролик, очень много негодовало людей из Российской Федерации, кто смотрели, очень было много мнения о том, что в Москве это недопустимо, нереально, и вообще писали ужасы и страсти, что бы со мной там сделали, если бы я так вел себя в Москве, возможно. Но мы не находимся в Москве, в частности я, у нас свои реалии, и немножко хочется поговорить об этих реалиях. Конечно, инспектора полиции меня узнали, это было очевидно, инспектор полиции наклонился, увидел камеру, ему сразу стало понятно, что ведется видеосъемка, также, я думаю, они, наверное, узнали по фотографии в правам, по фамилии, кто я такой, возможно, их это смутило каким-либо образом и повлияло на их принятие решения. Но хочется поговорить о законности данной ситуации и о том, как следовало бы, по моему мнению, действовать инспектором полиции. Я считаю, что мы пережили реформу, точнее переживаем эту реформу, о которой так много было сказано с экранов телевизора. Нам обещали о том, что на смену продажным толстым гаишникам поступят новые кадры, новая кровь, которая будет беспредвзятая, которая будет беспринципная, которая будет профессиональная и квалифицированная. Что по факту мы имеем? Мы имеем в большинстве своих молодых ребят, которые, в принципе, не озлоблены, не испорчены в большинстве своем коррупцией, которые мотивированы были на каком-то этапе. Сейчас эта мотивация заметно упала, я это вижу и по сотрудникам полиции, которые меня останавливают, и от своих друзей и знакомых я слышу о том, что мотивация у ребят, которые пошли в полицию, она упала. Многие уволились из рядов полиции по тем или иным причинам, поэтому мы имеем то, что имеем. Сотрудники полиции, которые остановили меня и узнали или не узнали, независимо от того, кто был за рулем и какая произошла ситуация, должны были действовать по закону. Многие в комментариях пишут, что действия мои были провокационные. Вообще, хотелось бы немножко остановиться о слове провокации как таковом и объяснить его. Провокация – это вообще очень удобное слово, которое можно использовать и вставлять везде, в любую ситуацию. Его очень любят использовать инспектора полиции, бывшие гаишники, некоторые люди в комментариях. Они считают, что любое действие, которое, по их мнению, не подпадает под их развитие событий, является провокацией. Независимо от того, будете действовать вы 100% по закону. Можно действовать 100% по закону и тем самым провоцировать полицейского, можно не действовать по закону и провоцировать. Можно вообще никак не действовать и провоцировать. То есть, провокация – это такое универсальное слово, которое очень обширное, дает комментатору, либо человеку, оппоненту в вашем споре, в любой нужный момент его вставить, и все. Это является железным аргументом, что вы провокатор, и все. И на этом все. На этом все, и нечего обсуждать. Я не считаю, что мои действия были провокационные. Я считаю, что каждый человек вообще на этой земле, он личность, которая имеет право на поведение в обществе так, как он считает нужным. Это лишь ограничивается нормами прилечия, воспитанием и законом. Полиция – есть тот орган, который фиксирует нарушение законов и наказывает. Если перед вами есть факт нарушения правил дорожного движения, вы остановили водителя, и он нарушил. Независимо от того, кто за рулем. Нам же с экранов телевизора обещали, что несмотря на то, что судьи, прокуроры, министры, все, кто будут нарушать закон, все будут наказаны новой полицией. Что мы видим по итогу? По итогу мы видим полицейского, который увидел, узнал и решил отпустить. Все, все, я провокатор, я плохой, полицейский хороший, потому что он поступил по-человечески. Давайте не будем забывать, что инспектор полиции в самом начале озвучивает причину остановки, ее слышно. За данную причину остановку невозможно предупредить водителя ни устно, ни письменно, никак. На водителя надо составлять административный протокол, независимо от того, общается он с вами, не общается он с вами, либо он много общается, спорит он, не спорит, должны быть применены законные меры воздействия. Полицейские этого не сделали. И меня это немного расстроило, разочаровало. Я все-таки надеялся на то, что, получив мои документы в руки, полиция, несмотря ни на что, выпишет постановление. Многие в комментариях писали о том, что, конечно, мол, у тебя документы другой страны, они не знают, как действовать. Друзья, давайте на секундочку представим, по данным из интернета, по данным из СМИ, которые мы слышим, на территории Украины сейчас находится порядка 1 миллиона автомобилей на иностранной регистрации. Будь то литовские, польские, молдавские, немецкие, неважно. Миллион автомобилей, это огромное количество машин, которые не зарегистрированы в Украине, не стоят на учете. Давайте не будем на них составлять постановление за нарушение, потому что полицейские просто не знают, как это делать. Это же глупо. Это совершенно не дает права полиции, если они не знают, как в этом случае действовать, отпускать водителя за нарушение. И в этом нет ничего такого, что у водителя автомобиля на другой регистрации выписывается постановление, устанавливается его личность, где он проживает, и водитель штрафуется. Я не понимаю, как это может быть аргументом после этого видео у людей, которые комментируют, что, мол, вот поэтому тебя не оштрафовали. Это полный бред. У нас порядка миллиона людей ездит. Ребята, пора учиться. Если полиция не умеет, как действовать в данных случаях, надо разбираться, найти эту проблему, искоренять. И мы, общество гражданское, должны настаивать на том, чтобы полиция умела правильно реагировать и законно реагировать на подобные родные нарушения. Некоторые из вас говорили о том, что, мол, я пообещал перед этим не спорить с полицией, а тем самым, когда говорил да или нет, мотылял головой, и тем самым отказывал. Вы послушайте внимательно ролик. Когда полицейский мне говорит о том, что мне надо выйти из машины, он у меня этого не требует. Он меня спрашивает, могу ли я выйти из машины. На что я ему отвечаю, что нет, не могу. Когда он мне говорит, можете ли выдохнуть, я говорю, нет, я не могу. Я тем самым отвечаю, что нет, я не могу этого сделать. Это не спор, это не отказ, это ответ на вопрос. Поэтому, друзья, очень приятно, что вам понравился этот ролик. Я обязательно буду моделировать еще подобные ситуации. Пишите в комментариях, какого рода ситуацию вы хотели бы увидеть в жизни. Что вам интересно узнать? Мое мнение остается неизменным. Все-таки я считаю, что полиция – это та структура, в которой работают люди, которые должны быть профессионалами, которые должны уметь правильно среагировать, независимо от ситуации, на те события, которые происходят. Будь то провокация, будь то какая-то неординарная опасная ситуация. Это именно те люди, которые призваны нас защищать. И поэтому это наша надежда и опора, и мы должны стараться, чтобы эти люди становились лучше и лучше. Я всего лишь навсего хочу показать вам то, какую ситуацию мы имеем на сегодняшний день, те больные точки, с которыми мы соприкасаемся ежедневно, чтобы общество обратило на это внимание и тем самым требовало от полиции выполнения закона и профессионализма. Друзья, будьте добрее, любите друг друга, не ссорьтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи, до новых встреч, покажу вам еще очень много интересного.